На таких общегородских праздниках, как День физкультурника, можно отлично провести время с детьми. Ну а если на календаре нет праздничной даты? Аттракционы, кино и другие развлечения для всей семьи, как правило, обходятся недешево. Но есть исключения. Мы нашли несколько таких вариантов. Наш корреспондент Вера Баранова проверила, может ли бесплатный досуг быть интересным. Субтитры делал DimaTorzok 18+, кружок рисуем вместе с мамой, а мы попали на бумажное конструирование. Такие уроки развивают фантазию и пространственное мышление. Змеи шевелятся, как настоящие. А во дворе дома-музея проходят шахматные баталии. Мне здесь понравилось, я бы сюда приехал еще. Не теряйте времени и приходите. Вход на территорию свободный, а мы идем дальше. Это центральная детская библиотека «Радуга». Мамы сюда приходят с детьми, чтобы научиться играть и лучше понимать своего ребенка. Уже много лет на абонемент «Кнопочка» приезжают со всех концов города Тюмени, из пригорода. В рамках маминого клуба проходят встречи со специалистами, педагогами раннего развития, специалистами по социальной помощи населению, психологами, логопедами. Ой, 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 я первая видела, это моя игрушка. Это моя. Нет, моя. Матвей было просто весело, а я узнала, что любую жизненную ситуацию можно проиграть и решить с помощью кукол. Так проще научить ребенка решать конфликты во дворе и не открывать дверь чужим. В общем, рекомендуем. Узнавайте расписание, встречи проходят несколько раз в месяц. Оказываясь в Музейляндии, автоматически попадаешь в сказку. Причем в прямом смысле этого слова. Гигантские книжные страницы по мотивам сказок тюменских писателей. Невольно ощущаешь себя маленьким и беззаботно счастливым. Хочешь, изучай искусство, хочешь, читай, хочешь, играй в лего. Вход на интерактивную площадку музея стоит 50 рублей за ребенка. Все сопровождающие взрослые бесплатно, а время не ограничено. Ну что, Матвей, ты здравь прошел успешно? Да. Мы с тобой были в доме Буркова, в Центральной детской библиотеке и в Музейляндии. Где тебе понравилось больше всего? Мне больше всего понравилось в Музейляндии. Провел бы здесь целый день? Да. Ну, ты устал, наверное, немного? Да. Самое время отдохнуть. Что будем делать? Посмотреть мультфильмы. Субтитры подогнал «Симон»!